есть такой юмористическая передача называется сдохни или умри такой ответ примерно вылечилась и ничего не надо делать холодно это это у вас сильное статическое напряжение и она на первом слое когда статическое напряжение на первом слое то жар выходит из тела это называется не холод а озноб вот когда температура повышенного человека его знали ну кажется что холодно а на самом деле жарко градусник кладешь там повышаю очень высокая температура у вас такой озноб у вас просто на первом слое сильный статический блок и поэтому вам тяжело с людьми вот рядом люди как бы подвиньтесь не мешать все мешают это статический блок на пятом слое на первом я у меня просто уже деменцию где мы находимся кстати в каком городе только чтобы чикаго можно молиться лучше всего когда человек не двигается у нее энергии знания идет энергии знания значит молиться надо или слушать лекцию когда идешь волевые функции включаются лекцию лучше все слушать когда не двигаешься лучше всего молитва все тогда все тогда динамика пошла если ты стоишь можно креститься даже все просто главное чтобы спина не двигалась и ноги даже степа повернул головой ничего страшного вот если болтаться начнешь то уже статика нарушается да особенно когда лежишь вот чистка и динамика же ты храпи же блоки вращается нет мои хорошие нужно аскезы совершать если ты расслаблен то ничего не чистится чтоб напряжение был ну вот сколиоз это два блока это статический блок на четвертом слое динамически если их очищаешь то сколиоз до свидания ну то есть ну как если уже изменился позвоночник надо опять и воздействие сначала убрать блоки на это уйдет там полгода может быть а потом дальше вы садитесь ноги вперед вытягиваете и вот так вот наклоняйтесь вперед в таком положении тела во всех положение тел 13 минут один слой вечно в этом положении тела за 8 поэтому нужно 32 минуты вот так вот согнутом лежать и тогда ты сможешь вытягивать позвоночник это очень сложное упражнение поэтому сначала нужно подготовить себя как потом ты ложишься просто на пол а потом стоишь и делаешь наклод после такой сложной статики нужна динамика всегда нет не надо лучшего так перед нагибаться только на плечах еще быстрее но тоже где-то за 8 минут чистка идет но это не надо вам ладно мои хорошие вот методичку теперь читаете все изучаете если у вас есть заболевание серьезные можно консультацию взять если нет сами все лечите учитесь потом другим будет советовать у нас течение года-двух будет разработана школа по оздоровительным практикам вы можете на первом году полностью там или полгода не знаю сколько будет вы освоите полностью как самому все делать на втором году вы с кураторами научитесь как бы практике а на третьем можете сами выучиться и стать специалистами и людей людям помогать уже через пару лет марину в принципе все разработано надо же все красиво что было там уроки всякие там кстати это если вы хотите мне помогать то вы можете в легко мне помогать вот у нас сейчас есть такое такая система искусственный интеллект лекции превращают текст на русском языке у нас хватает людей которые сидят между делом там отправляют на английском не хватает ну то есть вы смотрите русский английский и вы находите у вас свой рабочий кабинет вам сбрасывают немножко текста это можно не каждый день там можно 15 день после ненадолго занять это волонтерская деятельность ну то есть чуть-чуть текста сбросили почитали интересно же там подредактировали английский посмотрели где чем так и потом на кнопочку нажали и так дальше что получается идет лекция английские субтитры и человек при необходимости делать озвучку дикторскую профессиональную классно же можно можно лекции слушать на английском вашем или там фрэнду нет озвучка идет профессиональным дикторским голосом i can cannot speak like this you know quickly i cannot speak and understand english а есть люди дикторы которые это сен дуэн варим пост маяс уже сейчас программа запустилась через пару месяцев будет youtube instagram английский и все там будет кока-кола все но считается но это не эффективно лучше ходить есть три варианта лучше всего бегать второй вариант ходить третий вариант ползать если не можешь ползать то тогда придется ходить под себя но если не понять что такое ходить под себя то другой вариант могу сказать лучше журавль небе небе чем утка под кровать да движение это жизнь да ныло есть боль а есть нытье вот она смотрите как когда правильно все ты побегал она у тебя ноет после бега а когда ты бегаешь не ноет если ноет во время бега лучше ходить если ноет во время ходьбы лучше ходить медленнее ну то есть лучше сделать так что было организму комфортно но если ноет после нагрузки значит лечение идет острой боль это не хорошо а нытье это очень хорошо люди думают что любая боль это плохо и это заблуждение организм должен что-то ныть постоянно чуть-чуть лечиться у меня я восемь лет бегаю сначала первые три-четыре года все поставим что-то ныло сейчас ничего не ноет все рассосалось уже не ну лучше все постепенно сначала ходить потом потихоньку бегать марафон и 17 километров если за 6 минут 30 секунд человек бежит он очищает все пять слоев дальше не надо можно конечно ради прикола допустим я в индию в риндаун ездил там есть холл кавархан такой и там 21 с половиной километра там если идешь 4 часа ровно прощается 5 слоев ходьбой не останавливаешь идешь 4 часа 5 слоев прочее вот а когда бежишь что ты чистишь больше то есть я за 17 километров пробежал а мне идти не хочется потому что прикольно там бежать я еще заново начал чистку немножко нагрузка конечно организм еще полтора слой прочистил заново опять чистка пошла нормально за два часа 15 минут 20 с половиной километра пробежал когда останавливаешься чистка продолжается но если ты останавливаешь чуть больше то она заканчивается ты остановился у тебя пошло назад энергии ты начинаешь бежать тебя опять назад вперед идет если на пять минут встал то надо на 15 минут больше бежать а если встал на 10 минут скорее всего ну хорошо в спортзале вы такие дотошные хорошо все мои хорошие смотрите все объясняет вы идете берете заходить на сайт отцена . там раздел материал расчет времени аскез надевайте часы пошли по беговой дорожке или пошли по бродвею вот пошли пешком сначала делайте средний пульс какой-то смотрите допустим 115 ударов минут какая интенсивная ходьба и смотрите вы допустим час прошли вас пульс 115 ударов вы за час прошли там шесть километров допустим потом вы идете спортзал и со с пульсом 115 среднем вы тренируетесь час тренируетесь очищение будет такое же какой километр прошли то есть вам не надо у меня только по ходьбе и бегу слои как бы рассматриваются но вы можете сначала пройтись средний пульс такой же делать любую нагрузку делайте какую угодно динамическую и у вас только же слоев прочистить сколько бы вышли с таким пульсом столько времени то есть вы расстояние меняете на пульс все любая нагрузка хоть пальцем двигать вот так йога это ну это гимнастика который улучшает эластичность суставов там связки позвоночник грыжи там все но долголетия чтобы я говорю вам о долголетии том что блоки убрать качество жизни повысить работоспособность успех мы же говорим об успехе влияние для этого нужно делать неподвижное положение тела долго это не йога уж это статические упражнения не на женщине но просто разная адаптация женщина когда делает а ей медленнее тяжелее ходить долго и тяжелее в аскезы включаться но женщина когда адаптируется потом ей делать легче чем мужчине допустим у нас когда в ледяную воду залазим женщины залазит первыми и стоят легче там мужчины там бегаем тоже допустим я бегать начал сейчас в любой город приезжают со мной девчонки они бегут вокруг они адаптировались и потом легче мужчинам легко начать но тяжело как бы поддержит нормально женщин тяжело начать но легко поддержишь нормально потом мастер не тело расслаблены и некоторые лектора приезжают я вам говорю правду надо всем потому что или надо снимать напряжение отдыхать от усталости с помощью аскез или меняем первую букву о нас и все получается ну отдыхать от убираем чего получать вздыхать то есть два варианта вот и женщины хоть мужчина вздыхают все одинаково отдыхают все одинаково издыхают все одинаково понятно принимации бежали трое вера надежда и любовь надежда умерла последний суд вас надежда не умирала надо все делал понятно итак фундамент жизни эта энергия поэтому если человек этого знания не имеет у него большие проблемы жизни не упортится сначала теряются силы вот что такое силы запомнить раздражительность гневливость это тоже силы если не хватает возможности быть с кем-то рядом это значит сил не хватает если у тебя нет воли нет работоспособности нет концентрации это значит тоже не хватает силы если у тебя нет настроения хорошего цветы пессимизме это значит у тебя тоже не хватает силы это не вопрос психологии это вопрос сил если у вас не хватает сил значит качество жизни падает человек становится привыкает к бессильному существованию два дистрофика ползут один раз головой а пол два тут горки тачок как с препятствиями что хотите жить нормально живите нормально никто не запрещает для этого надо менять образ жизни добрый доктор татсунов последний шанс гоморрой было вылез то уже назад не засунешь нужно делать статику динамику он залезет сам с удовольствием понятно ладно теперь двигаемся дальше эффективная жизнь в этом мире бог все создал совершенным образом все имеет смысл солнце эта энергия радости работоспособности удачи энтузиазма успеха если человек встает 6 утра из такое понятие санки на санскрите вот земля делится на 4 вот таких вы живете сверху все живут сверху каждом городе 6 часов утра это здесь вот здесь 6 утра когда солнце находится в это время у человека включается жизнь надо встать с постели если он не встал то не теряется энергия воли теряется настроение копится жар в теле копится болезни неудовлетворенность время становится течет тяжелее всем стал уже не успеешь твои дела сделать 8 стал еще больше не успеешь 9 стал вообще не успеешь 6 стал все успеешь до 6 самая глубокая молитва 5 стал можно еще тайны жизни постичь с помощью молитв вот 7 часов надо спать утром человек не вовремя стал он отстал от солнца нужно скет совершать что догнать вот сейчас мы поздно спать ляжем потому что поздно лекции идут люди с работы приезжают раньше не сделаешь поэтому позже встанем но я сделаю допустим стать статику и догоню солнце или динамику то есть аскезами можно догнать солнце а если человек ничего не делал тогда вот так будешь жить таком тонусе весь день сил нет настроение нет все плохо ранее утренние часы до 6 утра предназначен для молитвы молитва намного эффективнее с утра вечером раз пять слабее чем утром такая разница молитва до 6 утра 6 часов до 9 все оздоровления самый лучший оздоровительный брак не успеваете можете до 12 но лучше всего 6 до 9 извести 12 все усваивается хорошо знание можно изучать книжки можно разобраться в своей работе понять что делать жизни это время когда солнце поднимается сильнее волевой фактор включается и человек может лучше постичь жизни после 12 уже просто обычный труд ежедневных вы это самый лучший 12 до 6 работы обед самый лучших 12 с 12 11 до 2 потому что солнце когда в зимите она лучше глубже усваивать пищу самое большое количество пищи на съедать в обед утреннее питание это питание утреннее время благостное время дневное время страстное вечерние невежественное благостные продукты надо есть с утра это фрукты орехи молочка сухофрукты мед это благостная пища если у человека депрессия то настроение поднимается фруктами фруктовая пища дает радость жизнерадостность с утра надо всасывать эту пищу впитывать в себя жизнерадостность утренняя пища не надо утром тяжелую пищу есть зерновая пища бобовая это тяжелый пищу только в обед уже мясо рыба это вообще очень тяжелую пищу она несет себе энергию депрессивности негативный тонус копит в организм мясо поэтому является главным канцерогеном животный белок можно из молочной пищи получать то что врачи говорят молочная пища вредная это бред сивы кобылы просто есть разные виды всасывания если человек на мясе сидит у него молочка не всасывается если молочку начал есть через два года все бактерии перестроились организм перестроился и молочка всасывается мясо уже не всасывается мясная пища дает накопление токсинов в организме мясо рыбы есть не надо чем более организованное животное тем опаснее для здоровья психического психическое тело страдает легче всего действует там креветки рыба тяжелее уже крупные животные сформированы понятно значит с 11 до 2 зерновая пища бобовая пища каши крупы в обед и после обеда овощи тушеные сырые зелень зелень самая полезная пища на земле потому что солнце первый цикл пищевая переваривания солнце это самая полезная пища на земле второй цикл после солнца это зелень зелень всасывать солнце больше никто ничего солнца не может саз зелень когда человеке из зелену сразу чистую солнечную энергию берет в организм свой понятно поэтому зелень самая полезная пища она уравновешивает все блоки как все убирает смягчает организм чем старше человек возраст тем больше надо есть зелень тушеная зелень тоже очень полезно люди не знают рецептов есть тушеная зелень шпинат можно тушить салат к пекинскую капусту там это все зелень капуста тоже зелень листья это знание даже коню понятно что зелень полезно понятно да он вам сто процентов подтвердит я слышала извиняюсь про шпина если нельзя то это все бред зелень самая полезная пища просто бывают разные как бы ну допустим если у человека уже почки посажены то шпинат и много белка и там допустим некоторым спинат может быть вреден из того что там очень белка много но если он есть мясо то спинат отдыхали страниц мясо да то есть если человек с мясом город спинат вредно для вас это смешно брус ну тушите тушеный ешьте если боитесь я вот сколько не пил шпинат сырой не ел ни разу ты бактерий не встретил может она меня избегает то в россии там я понял в америке одна жизнь в америке русские забросили бактерию шпинат и все это как никому шпинат нельзя излезать мои хорошие это перри это называется перестраховщики вот они мясо как бы нормально там ничего не встретишь мясе там между прочим бычий цепень бывает и всякая крея другая и никто об этом ничего не говорит там есть мясе антибиотики гормоны которые мясо это закалывают этих животных никто об этом не говорит а тут бактерия какая-то можно встретить понимаете вот бактерии можно встретить везде вот вы воздухом дышите там бактерии ну давайте не будем дышать тогда надо бояться бактерий надо правильный образ жизни вести они все нормально перевариваются в организм думать если бактерии в организм попали все капец нет я когда была пандемия и вообще никак не защищался от вируса вел здоровый образ жизни я много раз коронавирусом заболевал и вылечился без температуры на ногах один раз заболел коронавирусом поставил тест был положительный я в этот день пробежал зеленограде под москвой на морозе минус 15 пробежал 17 километров купался в ледяной воде потом сдал тест через два дня мне выйдет тесто отрицательный от виз вирус просто сожрал его сжег аскезы и все внутри бактерии и все кстати у меня есть разработка такая вам очень понравилось надо в интернет найти рыжиковое масло это не грибов рыжиков это такое растение рыжик посевной а вы узнаете в интернет в интернет все есть на амазоне есть все можно даже черта лысого купить не то что есть но можно ли вы можете ли вы отсюда посылку из россии получил все можете в америке нет или можете если кто посылал из россии посылку получал что-то посылать можете получить из россии можете посылку по моему с проходит все нормально я вам дам рецепт получите из россии прекрасно у нас вам реке здравительном центре есть масло оно состоит из 8 масел это смесь очень сложная там миллиграммы я не могу вам ее дать это ноу-хау я могу дать простую смесь который вы сами можете сделать вот тоже какое масло 10 частей она здесь есть мне говорили что можно в америке на станке вот рыжиковое масло 10 частей масло куркумы не эфирные масла простые масла запомнить масло куркумы две части вот масло черного тмина одна часть масло гвоздики пол части я записываю одна часть гвоздики пол части масло лаврового листа пол части масло эдкалипта пол части масло нема пол части масло нема найдете в интернет масло нема надо пол части это тоже самое как вот допустим допустим удав он два с половиной слона или 38 попугаев это части можно чайные ложки да можно удавы можно приходил все хотите в америке вы свободные люди можете мере чем ходить смешали до масла смешали все вы можете смешать в те масла которые из тех которые сказал которые вы найдете тоже будет очень хорошо но рыжиковое надо обязательно она основа вот потом берете спрей покупайте детский любой спрей баночках таких как бы брызгалка понятно да покупайте спрей выливаете там то что там это налито моете хорошо все составные часть наливает туда масло и потом себе один раз в нос потом другой и в 7 часов держится пошли куда угодно там гуляете на вас начихали допустим ничего страшного вы можете сами на всех начихать вот в этом случае потому что масло вас защищает или вирус попадает в организме попадают на слизистые гибнет а если он не погибнет то в этом случае еще лучше потому что у вас вирус сослабнет и будет тогда как вакцина действовать вас будет иммунитет тогда вырубается но однозначно у вас не будет болезни если вы насморк появился и головная боль вы может налог намазать в нос брызгать несколько раз день и выбор вылечиваетесь без температуры без больничных без осложнений понятно то есть эту методику я проверяю уже два года на себе на тысячах моих последователей я езжу везде меня чихают везде кашляют а мне пофиг рыжиковое масло 10 частей куркума два части три на одна часть эвкалипта гвоздики и нима полчасть лавровый лист тоже полчасть все и все не эфирные масла простые масло масло холодного отжима ну чаще всего все это для чего чтобы не болеть простудой это и грудным детям хорошо можете грудным детям просто лук мазать и они когда только рождается ребенок ему эти масла нельзя внутри они будут раздражать его будет каждый чихать потом а если на лоб намажете то он будет всасываться через кожу и вы будете ребенка спасать от вирусов очень актуально особенно когда всех всем делают искусственное вызывают роды и дети недоношенные рождают всегда значит они ослаблены значит им надо маслом мазать их да они рождаются чтобы избежать вирусной инфекции потому что 80 процентов всех осложнений у недоношенных детей это вирусная инфекция понятно у нас амри то есть оздоровительный центр стоит для вас просто я не знаю 600 рублей это 0 для американцев вот баночка 600 рублей баночки хватает если каждый день брызгать на два-три месяца есть баночка заказали и живите спокойно самый лучший подарок на день рождения масло против вирус нет это лучше потому что там учитывается давлением человека работоспособность ну то есть много много эффектов и там это масло вы сами не сделаете она делается на очень точных весах больших количествах там тысячные доли миллиграмма то есть 1000 до 1000 доли грамма такого состав такая точность смесь спрей вам реки там оздоровительный спрей против вирусный все решили почему нет говорят есть в разное в разном чикаго живете что но если нет то вот вам я отдал тоже нормально более-менее нормально будет и то что я вам специально дал такой смесь который курс будет не еврейские крови есть из-за них я приехал в чикаго я их здесь не использую я вам даю честное бескорыстное знание все держимся дальше и так основа жизни это солнце воздух и вода запомните нехватка этой энергии приводит к разрушению тотальному всех вопросов существования человек начиная от личной жизни и здоровье заканчивая работа все валится того что этих энергии не хватает человек восстанавливает у него работоспособность отлично и мне все налаживается в жизни у вас есть устойчивое путание своей личности с нехваткой энергии например повышенная чувствительность кажется что я такая по природе я не могу в тещи как бы с усвекровью жить можете если будет хватать энергии статической энергии будет энергии знания будут хватать вы будете справляться вас не будет вот это нужно статическое упражнение вода и почувствовать что свекровь как бы можно переносить переваривать человек начинает путать со своей натурой те вещи он думает мы несовместимы с мужем или я не могу на работе работать не надо с программистрирования уходить и становится блокером на самом деле просто надо длительное движение совершать все все бог специально эти слова придумал чтобы мы к ней за они задумывались гаджеты например гаджеты гаджеты божественный гад especially а а а а Продолжение следует...